Там не один вратарь, а там их пять вратарей. Они все выкатываются и все ловят ее. Там миллисекунды выигрываешь, это для тебя дополнительное время отражения, может, ты появиться. Эти ребята, конечно, на синей линии, как они играют, это, конечно, ходячий, да, учебник. Всем привет, с вами Хоккей Сик. Егор Якулев уже рассказывал нам про свои булиты, и теперь он расскажет про игру защитника. И напоминаю, сейчас в моем телеграм-канале идет конкурс, где мы разыгрываем Краги Егора с его автографом. У тебя еще есть время, завтра мы уже подводим итоги, ныряй по ссылке в описании. Также спасибо моим друзьям за помощь в создании этого видео. Подробнее про них я рассказываю в своем телеграм-канале и других социальных сетях. Приступаем к просмотру. Хоккей сердце, поехали! Мы же не можем отпустить Егора без советиков для оборонцев. Но, кстати, ты атакующий защитник. И возвращаюсь. Я когда смотрел ваш матч против армейцев, ты сразу, когда шайба выходит из зоны атаки, пас идет вашему защитнику, твоему партнеру, и ты сразу туда уходишь под синюю линию. Ну, не всегда бывает такое, что, когда помогаешь, уходишь туда четвертым, когда особенно команды идут в давление, втроем, такие как торпеды, например, они вообще хаотично бегут, давят. Если защитник твой напарник в курсе, то любой вывод из зоны, даже флипом или еще что-то, ты обрезаешь вот эту трех давящих, и ты помогаешь там четвертым в атаке. Ну, да. Но если черт побери, то сорян. Ну, то есть, это такая-то у вас наработочка, да? Ну, как бы, это моя наработочка, они не в курсе про нее. Слушай, для тех, кто очень плохо понимает иностранный язык, флип – это бабочка? Ну, да, это получается вот... Ну, я понял, 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 да, да, туда, все. Я думаю. То есть, как раз в среднюю зону. И пошел. Очень, очень верняковый вариант выйти из зоны. Ну, окей, мы с тобой за кадром немного поговорили. Ты поправь меня, если я правильно понял, что Дмитрий Юшкевич – одну из ключевых ролей, скажем так, сыграл в становлении, если я корректно выражился. Да, я был в «Локомотиве» в Ярославле, да, Дмитрий Сергеевич был тренером по защитникам. И он так возился очень со мной много. Мы много видео с ним смотрели. И он мне много своих, ну, советов своих давал из карьеры своей. Да, он, ну, классный защитник и многое. Например, там тоже ребята, которые приходили, я так выпуски немножко смотрел там. И там Гоча, Мирон, да, много ребят. Гриш Панин тоже много хороших вещей там рассказали, да. И, ну, вот один такой, да, там, то, что когда вбрасывают тебе шайбу в зону, да, в борт, получается. Ага. Ну, когда ты в углу площадки, да, подбираешь, да. И у тебя на спине идет, ну, нападающий тебя давить, ты, получается, ну, тебе тяжело что-то сделать, потому что он очень близко к тебе находится. И любое движение он, скорее всего, тебя заблокирует. И он мне говорит такой прием, как удар на себя принять. Ты, получается, едешь, у тебя шайба здесь, да, ты знаешь, где она. Ага. Вот, он сзади тебя, он не так хорошо ориентируется в этом. Ты, когда он тебя, ты, получается, подъезжаешь, он тебя бьет сзади, ты знаешь, где у тебя шайба находится. Ага. Вот, и ты в этот момент, когда он тебя бьет, ты по сторонам смотришь, где у тебя кто из твоих партнеров. Зачастую он сзади там, ну, он бьет, и вот этот момент есть, он практически сразу там, ну, если он с клюшкой идет, да, ты все равно раз, ты смотришь, и ты в любой момент, ты первый знаешь, где она, грубо говоря, ты в этот момент либо отпинываешь, да, ее в любую сторону, где твои партнеры, либо клюшкой отыгрываешь, да, либо там под себя играешь, если там твой подходит нападающий, вот этот один из таких нюансиков, да, ну, еще были такие он, например. Стой, Егор, прости, правильно я понял, то есть ты целенаправленно принимаешь удар на себя? В том числе немножко от бортика уже там пружините, да? Ну, да, да, да. У тебя появляется пространство, понимаешь, да, и ты уже думаешь, он за тобой. Да. И все равно ему где-то там подлезть, еще что-то, а ты знаешь, где, ты вот в этот момент, у тебя вот там партнер, ты просто ее раз, ну, и отыграли, вот, еще интересные были такие моменты, советы, он, например, ставил шайбу в борту вот так поставил, ну, вот, как ты будешь ее подбирать? Вот. Да, да, вот, а я бы тогда что-то начал там, вот этот подъехать, что-то раз, вот так, что-то. Не, ну, это смотря, я, мы с тобой, да, с разных сторон. Да, да, и он говорит, да, просто говорит, бей между бортом, да, и шайбой, и она у тебя будет на крюку, ты, получается, вот, раз, и все, ты ее владеешь. А, да, да, я тебе скажу, не, все, я понял, прикол. Да, 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 я сейчас не думал о том, что я сделаю движение крюком между шайбой и бортом, я скорее ориентируюсь на шайбу, ну, просто, ну, я полз сейчас, а на более высокой скорости. Ну, да, и все равно ты вот эти, там, миллисекунды выигрываешь, это для тебя дополнительное время и для дальнейших действий это, ну, сейчас хоккей уже настолько становится быстрый, что вот эти секунды, нюансы, они решают многое. У нас не было ни одного атакующего защитника. Можешь каким-то общими чертами описать свои действия в игре, то есть, когда ты понимаешь, что вот сейчас я подключусь, сейчас не подключусь. Ну, есть, например, там много нюансов, иногда там оно еще идет из своей зоны, получается, так же там отыгрываешь, да, одного и ты уже здесь его опережаешь и бежишь в атаку четвертым, там, ну, или третьим, ну, в большинстве, да, это делаешь, примешься там, то есть зачастую где-то уже даже в своей зоне ты отыгрываешь. Принимаешь решение уже здесь, там, все. Ты его здесь обгоняешь уже, и там ты уже играешь и помогаешь. Ну, один из таких, когда в зоне идет игра, и нападающий стоит, тебя держит, да, он вот на тебя смотрит. Ну, давай я вот встану как нападающий. Да, он, и он постоянно головой крутит. Да. Да. И вот в этот момент ты вот попадаешь ему прям целенаправленно на глаза, чтобы он тебя видел. Ага. И вот только в этот момент, когда он отворачивает голову, да, вот именно вот в этот момент, вот посмотри на меня. Раз. Вот ты меня увидел, ты спокоен. Да. И вот отворачиваю голову, и вот в этот момент ты именно делаешь шаг за спину. И зачастую он потом стоит, раз, и начинает, да, и начинает, ой. Ну, слушай, ну вот это, да, это такие тонкие моменты. Ну, да, вот как один из таких моментиков. Получается, смотрите за глазами игрока противника. Окей, слушай, а вообще вот в целом я смотрю ваши матчи, поправь меня, если я не прав, то когда вы играете в позиционную оборону, у вас уже, ну, практически вы не делитесь там на нападающих и защитников. Постоянные кресты, постоянная смена мест. Ну, да, это, ну, конечно, это все зависит от того, какая там тактика, да, у вас и система. Вот, у нас, как бы, ну, приветствуется, да, что из угла в зоне атаки защитник будет там второму защитнику на дальнюю штангу. Да, ну, это так. Ну, это я уж... Ну, я понял, да. Вот, и это, я считаю, такой современный уже хоккей, где, ну, такого разделения нету, защитник, нападающий, все должны уметь играть на любой позиции. Мы даже на данный момент в клубе делаем там упражнения, у нас есть 3-2, там, 5 атак. И все делают на каждом месте. Вот каждый раз вы меняете позицию. Да, защитники делают нападение, нападающие обороняются, вот, и, как бы, такое есть даже у нас. А-а-а, прикольно. Дети так делают в 7 лет, в 8, да, когда там все, все же должны везде уметь играть. Да, правильно. Получается, все здорово. Мне даже еще в 7 лет не совсем понятно, на какой ты будешь позиции. Мягко говоря. Да, да, я, например, ну, долгое время играл в нападении, и потом как-то эти навыки мне пригодились, да, и я, и на чемпионате мира был момент, играл в нападении, там, Олег Валерьевич Знарок меня ставил. Вот, ну, так. Слушай, а вот ты играл в нападении, а в каком возрасте ты оказался в защите? Я не помню, я даже, помню, играл в защите, в защите, а потом была сборная регионов, мы ездили, играли, и я на нее поехал нападающим центральным, вот, я не помню. С Антоном Бурдасовым играли в одном звене, я центральным был, на крайнем. Слушай, что последнее ты отрабатывал на синей линии? Ну, было. Что-то было, даже, может быть, шире спрошу. Ну, на что ты последнее время акцентировал внимание на тренировках? Ну, не могу сказать, что прям синяя там линия, да, там такой прям конек мой, это есть ребята, да, которые намного лучше там, да, там качают, качают, качают мячами так, да, тоже там Рогин, да, там пресс вот, с которым мы сейчас играем вместе в команде, он здорово играет, он прям такой, пластилиновый весь такой, ну, они, шведы, как бы все отличаются такими мягкими руками и легкими плечами, вот, поэтому, поэтому. Ну, ты сам наводишь на следующий вопрос, тогда получается, а твой конек? Мой, вот, два маленьких. Получается, вот это острое подключение своевременно? Да, да, ну, тоже это важно, когда своевременное, правильно подключение, потому что не там не мешаться, не приводить где-то своего же игрока там в кучу куда-то, где-то наоборот увезти, да, там растянуть, вот, ну, так что... То есть, ну, поправь меня, правильно я понял, увезти, то есть ты целенаправленно, ну, например, там, можешь чуть подальше, условно, на синей линии откатиться, чтобы на себя вытянуть нападающего? Ну, все равно он, он не пойдет зачастую за тобой прям до конца, да, вот, ну, все равно, да, отдать место, а где-то, наоборот, вкатиться и сблокироваться, да, там, сблокировать его, тем самым освободить, там, передачу своего партнера, да, там, вкатываешься в зону обороны, ну, давай сблокировать примерно, да, вот, сам вкатился в него, сблокировал, тем самым освободил, ты его выключил из игры, да, он уже не может, там, перекрыть или что-то, взял, скатился где-то, где-то сблокировал, где-то раз, у него плюшку даже забрал, где-то так, что-то хорошо, как сблокировать, чего нельзя делать, чтобы двушку не получить, то есть вот это движение? Вообще блокировать нельзя, по идее, но так аккуратно где-то подставиться, где-то, вот, потому что все равно сейчас так достаточно серьезно смотрят за всеми нарушениями, вот, поэтому все равно есть маленькие, маленькие хитрости, делаешь их, тот же, там, самый, вот, сейчас вспомню, да, там, Юшкевич рассказывал, он говорит, стоишь, да, в зоне, там, игрок едет, ну, вот, поставь ему клюшку и все. А, шлагбаум, да, да. Не проедет, ну, такие были-то. Вот, а пользуешься этим? Нет. Ну, все равно как-то тяжеловато. Технически так сделать, чтобы и не удаление, и вратарю тут не мешать, клюшку вратарю куда-то засунешь, и едут. Вот, а так, много, большой нюанс там в НХЛ, да, уделяют именно отсечению игроков, которые бегут на пятак. То есть оно, отсечение уже начинается возле борта, получается, если... Я с шайбой? Да, ты с шайбой, вот, получается, ну, отдаешь... Сейчас возьму шайбу? Нет, даже не надо. Ну, ладно. И там, да, ты отдаешь защитнику, в основном, и начинаешь бежать на пятак, да, он там делает наброс, и заставляют уже, чтобы отсюда уже шло отсечение, да, там, ты отдал, ну, пробивайся. То есть притормаживай, да? Да, и ты уже все, ты уже здесь ему делаешь. Ага. То есть не так, что вы там поехали, ты едешь... Поехали вместе. Ну, едешь, 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 потом, ой, и начинаешь здесь его, да? То есть заставляют зачастую, чтобы уже отсечение шло прям уже возле борта, там. Вот, такой, чтобы вратарь видел все, и удобнее было, чтобы никто не мог подставить, и я помню матч свой мы играли против Сан-Хосе, Карлсон тогда играл там, и Бернс. Мощная. На синей линии, да. Нападающий там Торнтон был, и еще кто-то. Вот, высокие вот эти, дяденьки. Но мы проиграли, мы что-то штук восемь или девять пропустили. Там просто они вот поднимали наверх, ну, там, да, Карлсон, как он, он просто шайбу, он настолько вовремя все делает, да, и видит момент, когда вратарь закрыт, прям вот эта секундная, он как рукой ее бросает по этим, по дыркам по этим, и все тот же самый, и Бернс тоже очень круто этим компонентом. Вот они, вот эти ребята, конечно, на синей линии, как они играют, это, конечно, ходячие, да, учебники, там, как Карлсон разбирается, да, вот эти видео, много же их есть, как он обыгрывает последние. Вправо, влево, там. Да, 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 ну, вот это опять же, ну, вот, шведы, они как бы всегда очень славились своим катанием, владением, плюшки, и есть чему поучиться у них. Мы только что говорили про блокировку, перешли к отсечению, а как, на что обратить внимание, чтобы вот как раз таки, получается, игра, у противника шайбы нет, чтобы тебе двушку не выписали, то есть какие рекомендации к такому приему, как отсечение? Поэтому, как бы, и делается, что начинать от борта уже. То есть, это как, ты его придержал, потом чуть отпустил. Ну, получается, вот ты его... Смотри, я же двигаюсь. Вот, да, ну, и все, ты уже вот, как бы, перед играешь, просто, и все. И для этого и делается, чтобы, ну, образно, да, чтобы не было вот этого расстояния, чтобы ты на встречном движении, да, не бежал, потому что тут у тебя любое твое обманное движение, как бы, и ты уже будешь какой-то, либо ты попадешь, можешь быть куда-то, либо, ну, ты с проигрышной уже ситуацией, да, становишься, либо ты уйдешь вперед, да, ты начнешь где-то руками, еще что-то, ну, такое, поэтому и заставляют начинать это где-то с самого борта делать. Вот сюда, отсекаешь, контролируешь, но без фанатизма. Ну, да. Ты что, бом-бом, можно там, но тоже не куда-то в лицо, ну, вот в этот район бьешь, как бы, так можно на это не обращать большого внимания. Слушай, про район, а у тебя есть что-то из дополнительной защиты? Что ты используешь? Да, есть, у меня очень старый нагрудник, и у меня единственная только вот защита, здесь вот есть место между малокотником, да, и нагрудником здесь есть такая зона. И сюда, когда, если попадет, клюшкой так не очень приятно. И у меня, да, вот здесь есть дополнительная вот такая защита, получается, я одеваю, и у меня на локотнику ходит пот, а это сверху, и все, у меня здесь место защищено. Ну, а так больше, больше нету нигде никаких дополнительных защит, это единственное. Окей. Все стараются, наоборот, максимум облегчить форму, вот, чтобы было более комфортно. Да, но мне кажется, уже от этого начали потихоньку уходить. Ну, не знаю. На вкус и цвет это понятно. Честую, да, там, ребята играют в одних, эти, там, в форме, на грудниках и во всем, там, по 10-15 лет. Ну, самые старички, по моим наблюдениям, это на груднике. Да. Щеточки. Да, щитки тоже, вот, если неудобные щитки, конечно, очень так некомфортно. Ты двигаешься вдоль бортика, защитник у тебя закатывается на дуге. И, говорит, ты не продолжаешь движение, иначе он тебя просто здесь загонит и будет лупить. А ты резко выходишь навстречу на него, заставить его, типа, ой, а что это такое? И там уже уходишь вправо-влево. Ну, зачастую, как бы, я, когда в атаке играю и выхожу против защитника, да, я смотрю всегда на... То есть у меня задача поставить его в положение, чтобы он развернул коньки. И ты, получается, на этом здесь... Когда ты с шайбой, да? Да. Да. Ты можешь двигаться в центр, то есть ты... Он только вот разворачивается, но есть еще такие защитники, которые, да, там специально это делают, оставляют вот этот и ждут, когда... То есть, получается, вот, я развернул коньки. Нападающий вот это движение делает, да. И он, получается, здесь очень больно, может быть, да. Да. Вот. А, ну, что, Леха, у него классное катание, руки у него, да, там, сумасшедшие. Он еще весь там на шарнирах, там, вправо влево. Да, он есть такой. Есть такие, которые, ну, ты не попадешь в них, да, там, того же, возьми, там, Шабанова, да, из трактора. Ну, иди его попади, он, когда он разгоняется, он вообще весь вот такой, пластилиновый, там, там, Дарагучинцев тоже такого же, да, стиля, там. Коля Голдобин. Ну, Колю, вообще, как бы, человека, хоккеиста, и его очень тяжело расколоть или, да, такую травму нанести, если он не бегает быстро. На передачках вправо-влево. Ну, кстати, да, это получается, что, своего рода, обращайте внимание, да, там, если под вас подкатываются положение ног. Ну, тот же, если смотреть, вот я, там, с Гончаровым, да, выпуск, он объяснял, как в НХЛ требуют, да, то есть, на двух ногах вообще. Ну да, что не отрывайте лапки. Вообще, большая, как бы, такая разница. У нас здесь заставляют, когда ты делаешь, например, переход, у нас вот это, там, размашивание движения, там, с переборами, это все. А в Америке, ну, для меня это был такой нюанс, который я смотрел. То есть, они заставляют на брод раз, и на две ноги. И ты на двух ногах откатываешься. без, без переборов, то есть, у тебя чисто на двух ногах в статике не отрывая коньков от льда, потому что, когда ты делаешь вот эти переступания, то есть, нападающий, вот, он тебя ловит на это, и ты где-то раз, и вот вот начинается, да. А, ну тут, ну, получается такое прямолинейное движение. Да, и ты не делаешь вот этих движений. Угу. Ты четко притормозил, у тебя вот оно пошло, ты пошел назад, и ты по этой траектории выигрываешь время, и ты быстрее, чем ты вот этими зигзагами, да, там, начинаешь там перебирать, и по факту здесь оно получается быстрее, и ты меньше сил затрачиваешь, ты находишься в таком фокусе. Ну, вот это интересный, да, нюансик. Там-то мы раз переходик сделали, скорость набрали на перебежке, и только уже в зоне... Дальше еще как заставляли, не знаю почему, когда защитник, ну, в мое детство переход делал когда-нибудь, еще заставляли зачем-то руку здесь держать. Нет, не стал. Было, было, да, такое. Это, видимо, именно защитников заставляли? Да, 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 да. Ну, знаешь, как это, сдерживать? Боже мой. Не, я, честно, с таким не сталкивался. Недавно с ребятами просто обсуждали этот момент, смеялись. Не знаю. Было такое одно время. А пользуется, сталкивался с тем, чтобы кто-то пользовался отражением в стекле. Да. Нам недавно сказали, что, типа, есть сейчас уже хоккеисты, кто там, ну, при подборе шайбы смотрит в отражение и там уходит вправо-влево. Да нет, это, ну, не, я не удивлюсь таким мастерам, конечно. Ну, да. Мне кажется, там просто так, настолько мало времени, что, не знаю, в отражении можешь ты появиться в этом. В не очень, в не очень хорошей, да, удобной форме. Поэтому. Да, поэтому. Так. Есть такие судьи там, да, там, скажу, есть, которые вообще подсказывают иногда. Вот. Ты когда идешь к шайбе, спиной, он лицом. А, да ладно? Да, он говорит, один, один, один. Давай. Вот. Или время, 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 вот. Время есть. Да, есть. Такие ребята судьи. Ну, они, наверное, чуть больше импонируют металлургу. Да. Ну, и сейчас они тоже подгоняют, чтобы не было, не стояли за воротами, начинали атаку, потому что с этим новым правилом. Ну, это, кстати, новое правило быстренько адаптировались. Я думаю, оно вообще как оно и было. Или ты даже знаешь, не обращал даже на это внимание. Нет, это немножко поменялось. И, конечно, есть специфика раскатов. Такое есть. Было неудобство первое время. Ну, вот. Потому что ты мог спрятаться, встать за вороты. Угу. Ну, смена, раскаты. И ты за счет вот этой, как бы, такой… Островка того, да? Истории, вот, можешь… Ну, еще есть такие факты. И вчера буквально с Гуськовым с Саней общались и вспоминали момент. Саня очень любил… Ну, вот. За воротами, когда стоял, атаку начинал. Дай шайп, пожалуйста. Саня любил делать… Я это называю, как этот… Над операторами издевался он, которые снимают трансляции. Он стоял, начинал, когда атаку, он в моменте мог сделать вот так вот, да? Там раз, шайбу здесь оставляют. Вот такое движение показать. Просто вытянуть руки и просто бросить, да? И тут и давящий, который зачастую здесь всегда стоит, и все игроки на поле, да, они все равно ведутся на это движение. Они раз и… А где шайба? Да, там. А он обратно вернулся, она здесь у него. Вот, и так… Ну, такие… Привет и передавал. А трансляцию, когда снимают, они все равно на движение же реагируют, а не на шайбу. Это там… Ну, секундное дело. Раз, камера раз – улетает. Как бы все ищут шайбу, где она? Она здесь за воротами лежит. Вот. И тоже вспоминали момент, смеялись. Саня всегда стоял за воротами, и он любил оборотов устучать. Стоял там… И момент один был, у нас был тренер Том Роу тогда. И он что-то уже начал там немного Саню прессовать, и все. И Саня стоит за воротами, тоже вот сыт и стучит. Вот здесь игрок стоит, да, давяющий? И она как назло попадает здесь либо в льдинку какую-то, либо на этот… ну, об ворота. И получается так, что она залетает на сетку. На сетку. Вот. Соответственно, игрок это увидел, побежал его давить сразу. Заварушка в зоне началась сразу. И по закону подлости шайбу еще пропустили. Да, да. А ты начинаешь ее бить, она, как обычно, не вываливается. И, конечно, так смешные моменты тоже бывали. Ну, получается, можно и запутать, да, там. Раз, выехал. Куда кистями. Ну, да, такой есть смешной, интересный фактор. Ведутся. Да, вот так еще… еще-то из такого, да, там… Некоторые защитники пользуются от синей линии броском от борта, да, например. Я, по-моему, у меня даже… я даже гол так забивал. Бобков, да, Игорю. И, получается, бросаешь оттуда. Потому что здесь большое скопление народу. И, например, если ты играешь против «Авангарда» времен Боба Хартли, да, там… Там не один вратарь, а там их пять вратарей. Они все выкатываются и все ловят ее. Почему там вратари все были у них лучшие? Потому что там половина шайб вообще не доходила до ворота. Да. Игроки, игроки все синие там. Шеребзян там бедный, он вообще весь синий был. Ха-ха. И, получается, мы делали даже, но… Когда играли против плей-офф, у нас, можно сказать, нам запрещали бросать по воротам. Потому что, ну, она не доходила. Потому что они ловили ее и убегали в контратаку. И у нас там был один из таких наигрышей. Мы старались шайбу за ворота увести, и за ворот начинался розыгрыш оттуда. Вот. А так, если вот из этого, получается, ты принимаешь здесь, да, скопление народу. И вратарь еще, когда он ее, бывает, не видит зачастую, он ищет ее, выглядывает. Если ты в этот момент, получается, вот бросаешь, вот она, вот идеально выскочила, да. Если еще и в дужку попала, вообще супер. И, вот, и оно бывает, в вратарю попадает, вот так она выскакивает. Зачастую здесь всегда самое большое скопление игроков. И если она вот здесь, получается, отсюда вылетает, а если еще вратарь не видит его на перемещении, он на этом движении, она попадает ему в конек и залетает в ворот. Да. И если вратарь не успевает, не видит этого движения, да, и защитник. Ну, сейчас уже защитники зачастую знают всех ребят, игроков, которые пользуются этим, да, и они уже играют по этому отскоку. Они играют по шайбе, не по игроку, а на этот отскок они идут и забирают шайбу. Вот. А так, конечно, такая неприятная история, потому что если вратарь не сыграет, да, там, ее там, по ней обратно, она зачастую выскакивает куда-то сюда. Тут коньки, клюшки, ну и добивание, соответственно. Слушай, ну вот. Егор, куда пошел? Видимо, уже готовится к плей-офф. Вам спасибо большое за просмотр. Поддержи это видео лайком, так как не каждый день у нас на канале появляются олимпийские чемпионы. На этом все. С вами был Хоккей Стик. Хоккей в сердце. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok